Здравствуйте! В эфире программа «Буду здоров!» с вами Мария Рудая. Сегодня мы вместе с врачами ЕМ-клиник, как и обещали, расскажем вам о сердечно-сосудистых заболеваниях, а самое главное – о том, как их предотвратить. Одно из самых часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой системы – это инфаркт миокарда. К сожалению, заболевание колоссально помолодело во всем мире. Если лет 20 назад инфарктом были подвержены в основном люди, перешагнувшие рубеж 60 лет, то сейчас этот страшный диагноз ставят и 30-летним. Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, вызванное закупоркой коронарных артерий. Именно эти артерии снабжают сердечную мышцу кровью. Врачи уверяют, одна из самых частых причин инфаркта миокарда – атеросклероз сосудов. Чаще сосудистая патология возникает после 40 лет. Но есть вредные привычки – курение, алкоголизм, наркомания, которые способствуют более раннему уступлению сосудистой патологии. Больные приходят, жалуются на окружение, на память, снижение памяти, на пошатывание при ходьбе. Чтобы определить, что это такое, надо сделать УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ сердца проверить, сдать анализ крови на холестерин, на холестерин, на бета-липопротеиды, который показывает уровень, ну, скажем, загрязненности крови. Вот так вот. Какие-то бляшки, может быть, есть. При сосудистой патологии, если мы её определяем, назначаем сосудистые препараты. Обязательно, если какие-то проблемы есть с шеей, упражнения для шеи, массаж воротниковой зоны, лазер на шейный отдел позвоночника, где чаще всего бывает патология. Ну и эти лечения надо проводить хотя бы два раза в год. Следите обязательно за уровнем холестерина в крови, за глюкозой и проходить диспансеризацию. Один из самых эффективных и информативных методов диагностики инфаркта миокарда на протяжении многих лет остаётся электрокардиограмма. Есть специфические признаки, по которым специалист с точностью определит инфаркт и даже увидит его локализацию и размеры. С острыми приступами, конечно, больных везут в специализированные лечебные заведения. В М-клиник задача немного другая – предотвратить и обезвредить. Здесь реально поддерживают таких больных после перенесённых инфарктов. Это одно из направлений работы нашей клиники. То есть профилактика повторных приступов, профилактика развития осложнений, ну и также возвращение пациентов к нормальному образу жизни. Всем пациентам делаем общий анализ крови, снимаем электрокардиограммы. Очень часто мы, особенно гипертоническую болезнь, ну процентов 70 люди ходят и даже не знают о том, что у них повышенное давление. То есть нормализация артериального давления – это одна из методов профилактики инфарктов, миокарда в том числе. Как раз вопрос профилактики является основополагающим, в том числе и в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Ожирение, гипердинамия, курение, алкоголизм, несбалансированное питание и нарушение режима сна и бодрствования лишь усугубляют проблемы со здоровьем. А ведь врачи уже не первый год предупреждают – предотвратить можно, лечить сложнее. Как говорили наши мудрые предки, здоровье надо беречь с молоду. Врачу нужно обращаться уже сейчас, в молодости, когда у нас не случайно есть программа диспансеризации. То есть люди раз в три года должны посетить, снять кардиограмму, взять анализы биохимические, в том числе и на тот же холестерин, получить какие-то рекомендации по диете, у многих и по медикаментозной терапии. То есть, во-первых, артериальное давление должно быть всегда ниже, чем 140 на 90. А уже сейчас рассматривается вопрос, что ниже 135 на 85. Вот именно следить за своим артериальным давлением, следить за своим питанием, за образом жизни, исключение вредных привычек. Вот самое главное – это профилактика. Профилактика, она всегда намного дешевле, чем само лечение. Да и залог самого лечения в его постоянстве и наблюдении у специалиста. В М-клиник на страже здоровья рязанцев стоят врачи с многолетним опытом и новейшей технологией. При лечении и для профилактики инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний здесь используют аппаратные методы. Прессотерапия, дарсонвализация, внутривенная лазерная терапия, нейростимуляция и многое другое доступны для пациентов клиники. Более подробно об этих методах вы узнаете в нашей следующей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА